Меньше сотрудников ГИБДД на дорогах, больше свободы бизнесу, льготы для виноделов и повышение выплат при рождении первого ребенка. Все эти изменения по решению президента России вступили в силу в наступившем году. С последней инициативой Владимир Путин выступил перед парламентариями еще в ноябре 2017-го. Так, с 1 января молодым семьям при рождении первого ребенка будут начисляться ежемесячные выплаты. Сумма зависит от индивидуальной ситуации, к примеру, дохода родителей. Однако в среднем она составит чуть больше 10,5 тысяч рублей. В последующие годы размер выплат возрастет. Деньги будут поступать на счет семьи до момента достижения ребенком полуторалетнего возраста. Также Владимир Путин продлил срок освобождения местных бизнесменов от проверок. Если раньше закон предусматривал их проведение уже с начала года, то теперь с марта 2018-го. А вот виноделам льготы предоставили на ближайшие два года. В частности, представителям отрасли можно производить напитки на арендованном оборудовании, а пивоварам готовить пиво на экспорт в бутылках объемом более полутора литров. Сотрудников ГИБДД в наступившем году на дорогах станет значительно меньше. По указу президента под сокращение попадает в среднем каждый пятый инспектор. В общем, в конце прошлого года в России насчитывалось порядка 55 тысяч сотрудников. Количество уменьшится на 10 тысяч. Изменения коснутся всех регионов страны. Не будут затронуты лишь подразделения, ответственные за регистрационную деятельность и проведение экзаменов на получение водительского удостоверения.